началась мандатная комиссия перекличка начинается разбив на бригады и подготовка непосредственно то есть судья не должен никуда уходить без разрешения старшего судьи надо в туалет или поесть обращаемся к старшему судье согласовываем с ним и можете тогда уходить тоже тогда ответственность уже на старшем судье будет если вдруг кого-то узнать это первое выход судей он же вот мы все помним да с левой стороны ближе слева и с правой стороны заходим проходим поклон шамы маватэ рэй маватэ рэй расходимся на места не надо ничего руками показывать что садитесь просто те которые идут к дальним студиям идут чуть побыстрее те которые идут ближним идут чутка победы не до что пришли одновременно таблички подняли друг на друга вкосим и садимся тем временем старший судья рефери на татами идет я пока 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 так понятно для бойцов что для бойцов что для ката выход участников только по объявлению их судьи информаторов назвали приглашается на татами номер такой-то иванов номер такой-то сидоров все иванов уже поднялся не спрашиваю разрешение и не стоит не ждет пока в рефери пригласить понятно что если он замешкался ребята там молодые маленькие там проблем нет их можно подстимулировать 5 пригласить их на татами потому что рефери он же хозяин на татами нужно это знать помнить об этом все при выходе на татами ос и проходит на свое место встал шизонтайд понятно да вот тоже не надо поклон главному судье потому что потом будет у него отдельно команда шоманеры и это будет поклон главному судить всем понятно начало боя начало боя тоже у нас два поклона шоманеры а таганеры то есть поклон суши сейчас если спортсмен опоздал значит он опоздал иногда у нас возникает сразу вопрос он выходит все засвистели чуй неправильно чего вы можете конечно дать в пределах правил за то что за то что можете дать вы можете его дать но она начинает начать начало поединок надо дать отсчет времени по суду поэтому сначала шоманеры а таганеры потом посмотрел на судей они все отмаяковали объявили чуй после этого начинаем будет то есть чуй надо объявлять не до поклонов а уже после того как потому что это уже официально начали до ката помню до 50 это у нас дисквалификация 70 это человек сделал нормально вот так как на тренировки все и дальше вверх вниз идем в рамках у своих понимание как и когда выносим оценку поднимаем ее ориентируем на судью информатора чтобы он мог перечислить и и не опускаем до тех пор пока не объявят общий балл то есть объявляют первый у нас это рефери и потом пошли по часовой стрелке рефери 1 судья 2 судья 3 судья 4 судья это еще не повод а когда их назвали это еще не повод опустить таблички ждем общий балл там двадцать два балла все вот после этого общий балл понятно вещи которые ката просто не предусматривает окончание ката в той точке она начинается значит вы судья не квалифицированы это будет даже знать какие ката начинается в этой точке заканчиваем другой какие ката начинается я начну здесь закончила сам спортсмен должен знать и он закончится чтобы он не вышел за предел площадке во время выполнения карты вот секундантов не более 2 то есть судьи при участниках должен за этим следить чтобы дополнительных людей никаких не было выходят только по два секунданта и не более выходят 3 значит они должны сами определиться кто из них будет ясно при этом дресс-код должен быть присутствовать все таки если это представитель команды или кто-то вот из из тренеров дак приехавшись команды либо либо там еще ну я не знаю кто бывает секундантов должен одет быть либо в официальный костюм либо в спортивный костюм спортивной обуви в этом в таком наряде он может участвовать может секундировать если же у него там одевают там сланцы шорты шапку одел на себя там или там поведетом вышел вот таких людей нужно просто сразу и их выпускать на вас еще какая-то другая понятно то римосен в самом крайнем случае когда например ты рефери ты видишь о том что трое там показали какое-то там нарушение какое-то техническое действие у тебя и серьезные вопросы ты хочешь уточнить нужно тебе надо выносить оценку остановили бой остановил время пригласил их они тебе разжевали вместе обсудили не вдруг если конечно там может быть там главный суде обмешается только он может отменить оценку например на какой-то тогда может быть римос и если вы едешь на пусс это не должно быть да есть кроется свистели показали и собрал и потом поменялось решение она не нужна меня вместо этого показали вот это такого быть не могу они тогда это может сделать только главное сюда они могут они должны тогда объяснить например если он показывает что был например было нарушение на основании чего он поменялось если он видел и он показывает то есть он отвечает за свою оценку и вдруг после общения с тобой как с рефери он показывает хикиваки при этом то римосен как на основании чего в таком случае через старшего судью если даже было принято решение что нет все таки там неправильно старшему суде и далее старший судья дальше главному суде выносится на обсуждение это вопрос больше там старший судья не может обменить его старший судья работает в рамках делегированных ему полномочий главным судей если главный судья скажет о том что эти вопросы можешь решать самостоятельно то тогда старший судья будет может решать вплоть до таких Но это в том случае, если главный судья ему делегировал. В базаре япон чуич, чуйни, гантаныч, гантанни, и потом идет дисквалификация. Дисквалификация это хансоку макэ, точнее сикаку, хансоку макэ. Правильно произносится. И называем сначала свет. Цвет, счет, оценка. То есть сначала говорю, ака, нич, ни, сан, си, гамма нода, чуй. То есть сначала цвет, потом счет, потом идет оценка. Телет включительно. Касание третьей точки в результате технических действий. То есть это был может быть лоу кик, это может быть май герри, это может быть уширый герри. Просто ударил с руки. Противник, если его падает, касается там либо на колено, либо уселся на пол. Все, это уже вазань. Понятно, да? Заншином или без заншином? Без. То есть коснулся, сделан из заншин вазань? До 15 лет включительно заншин не нужен. Если речь идет про взрослых, то тут нужен заншин. То есть то же самое, он коснулся, и заншин это вазань. 16-17 лет. Мы имеем в виду, что до 15 лет и 16 лет и станут. Падает на руку. Это считается касание третьей точки? Да. Третья точка. Вот так упал это? Две точки это две ступни. Третья точка это под чем-то. Хоть пальцем. Дальше. Если касание третьей точки идет в результате, у детей опять же, в результате удара Джодан, то это уже и план. Потому что если это был удар в голову, и он упал на руку, или упал на колено, либо там тоже проблема. Это надо сразу отдавать и план. К нас. Бывает же, что вот толкнули, вот он одну ногу оторвал, стоит на одной ноге, рукой толкнулся, но уже на двух точках. То есть мы вазань не даем. Правильно? Бывает такое, когда он бьют, он раз и вот так вот. Хорошо. Значит это будет считаться все равно третья точка. Короче, любой другой точкой кроме подошвы. Если он не коснулся, то значит уже... Третья точка заншин это вазань. В результате любых собственных технических действий. То есть что-то там делал. Посечку делал. Ударил лоу-кик. Майя берет. Любой удар. Вот совершенно просто. Решено, что взрослым 16 плюс толкаться. Это тоже техническое действие сейчас. Если в результате толчка вот эти точки коснется, то тоже вазань. И заншинит потом. Заншином это тоже вазань. То есть есть толчок, он потерял равновесие, он упал, он находится в положении щенитай. Заншин. Все. Вазань. 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 Вы площадь щенит. Ничего. Не а если не молитвесия. Если он ritus fugaz, он痛ит на плечи. Промахивается и падает, то он успевает сделать эст BRACKD. И от conjUREMG was content up. Придержал. Легкий натакт будет, то тогда это будет... Хотя, да, я сам промокнулся, но мы успеем сделать это. Зачастую бывают такие моменты, как идет поединок, удар в шею или в голову, который, в принципе, мы его, может быть, не видим. Может быть, видим, но пока еще судьи не успели засвистеть. Боец отворачивается, хватается за челюсть и отходит, да? Ну, понятно. Префери остановил бой, после этого должна быть оценка. Оценки могут быть несколько, то Римасена быть не может. Вот тут вот точно не может его. Либо все судьи поддерживают этого бойца, который вышел с боя, скажут о том, что да, действительно было нарушение Чуи. Либо это будет в Азаре за нормальную эффективную технику, допустим, включить суда. Либо это должен быть Чуи ему за то, что он остановил бой. Он вышел из боя, то есть он, в принципе, остановил бой, чего делать было нельзя. Из-за этого его тоже наказали. Понятно, да? Вот такие вещи безнаказанными оставлять нельзя. То бывает, там раз его зацепили, посмотрел, да нормально, то Римасен и продолжаем бой, не-не-не. Если нормально, значит Чуи, он не имел права остановиться. Иногда бывает, обращается к врачу, там, ну, кровь потекла из носа, либо там себя плохо чувствует. Это уже япон, его противник. Плохо чувствует себя, значит проиграл. Любое обращение спортсмена к врачу, кроме случаев применения запрещенной техники, это проигрыш. Сто процентов. К врачу можно обращаться после боя. Во время поединка, если тебе требуется помощь врача, значит ты проиграл. За исключением, еще раз говорю, за исключением случаев, когда была применена техника запрещенной. То есть, увидел, какая-то проблема, требуется врач. Первое, что нужно сделать, остановить время. Потому что многие это забывают. Остановил время. Второе, пригласил врача. Третье, посадил второго спортсмена, чтобы он правильно сел. И проконтролировал, как он будет сидеть. А то бывает так, ноги вытянут, развалятся, там сидят. Нет, сидят как положено, либо анзо, либо азо. Четвертое, надо срочно освободить татами. Потому что врачи иногда бывают готовы туда притащить аптечку, чуть ли не прооперировать этого спортсмена. Нужна ему квалифицированная помощь. Все, давайте его поможем, донесем до этого самого, до места, там, дислокации этих врачей. Следующим моментом, пока его тащат, старший судья должен подойти к врачам, обязательно. Подойти и послушать, потому что рефери туда идти не должен. Рефери стоит на татаме, ждет. Старший судья смотрит, общается, говорит, насколько боек. Вот первое, что нужно делать, чтобы там не рассусоливать. Переносим бой, ну какой переносим, я его снимаю. Снимаем, все отлично. Пошел, подошел к главному суде, сказал, у нас спортсмена снимает. Что такое? Да вот это, все хорошо. Информатору дал команду, информатору дал информацию, и он ее озвучил, донес ее до всех, в том числе до рефери. Рефери стоит, поднял спортсмена, услышал о том, что его дисквалифицировали из-за того, что он нанес удар запрещенный. Я думаю, извиняюсь, я думаю, он уже делегирует права, потому что это канал, то есть, по-моему, судья не все может быть. Старший судья. Ну, потом, по-моему, решили. Если в поединок, то проигравший в результате собственной дисквалификации имеет право участвовать в бою за третье место. То есть, эта дисквалификация идет на один бой. То есть, она не на весь турнир, а вот именно на один бой. Полуфинальный бой прошел, его дисквалифицировали, второму присудили победу. Он выходит в финал, но в финале участвовать не может, потому что его врач уже снял. Боец, который проиграл в результате дисквалификации, за третье место в бою может продолжать. Больша Хан, то есть, получается, если в подборочном человек не смог продолжить бой, то есть, меня, допустим, я ему ударил в нос, он не смог продолжить бой, даже спустя, там, врач говорит, не может. Меня дисквалифицируют, он что с ним? Вы его тоже снимаете с участия, или он проходит дальше? А потом через круг, через два часа начинает драться. Он проходит дальше, но он в следующем бою все равно не участвует. Нет. Почему не участвует? Потому что ты его снял врач. Выйти не может. То есть, у него шанс, если хочешь драться, то есть, или два боя, если нет, то ты тоже не будешь. Да. Это так? Правильный этикет. За него дается чуй. То есть, что такое неправильный этикет? Неправильно выполненный поклон. То есть, нет прогиба в спине, допустим. Вышел? Чуй. Сразу можно отдавать. Вышел, например, там, когда соревнования проходят. Ост, гром, можно? Ост. Значит, ну, допустим, Роман нанес своему противнику удар в голову. Я считал, объявляя, не надо. Гамма-нода. Чуй. Он стоит, молчи. Чуй. 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 То есть, я объявляю, чуй. Он стоит. Я вам объявляю, чуй. Потому что он не сказал Ост. Он не понял. Я вам объявляю, гэнзэн ич. И так можно задисквалификация. Он должен сказать Ост. Он должен сказать Ост. Повернулся, крейт. Не просто? Повернулся. Он должен вот слышать команду. Ему объявили нарушение. Он должен показать, что он согласен с ней. Где объявили? Чуй. Ост. Отлично. Я еще раз хочу, чтобы вы это понимали. Вы это же путами еще раз выйдете. Ост. Сделать как положено. Ост. То есть, поплон всего один. Все. Он встал вот здесь. Напротив, уходит другой. Противник, да? А так как там... Шомейный. Рэй. Ост. Поплон. Если он не поплонится, не поплонится, чуй. А такая не Рэй. Ост. Поплонился, чуй. Это наполнение, кто управит. Почему он служит? Рэй или не напланист. Ост. 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 Остан. Можно сразу на примере Романа показать, вот, сколько мы будем считать наклон. Наклон-то будет разным. У кого-то вот такое, у кого-то вот так. Вот мы были ходить с угольника. Нет, мы были ходить с угольника. То есть, это как-то не смотрение судьи, получается. Это субетивный метр. Давайте, святим, здраво-оскользь. А что там? Небрежно. Жвачки, убери. Вот. Ра. Я вам хочу сказать. Давайте, скажите, здраво-оскользь. Вы сами оцените. Если он не поклонился, чуй, поклонился, нормально. Наши, кстати, последние соревнования проходили в Японии. Наши лучший хлад, чем в Японии. ОС, должны как-то сигнализировать? То есть он поклонился? Если он не поклонился, мы сигнализируем, что чуй, а он на второй чуй. Нет, сигнализируем. Конечно, свистим. Нет, свистим. Причем те, чьего края он нарушил это все. Если он вправо вышел, не поклонился, правой суде свистит. Если слева, левая. Понятно, да? Все должны боковые суды. На это обращать внимание, на этикет. Потому что из-за этого этикета, который мы, так сказать, не будем соблюдать, нам просто нужно штрафные очки начислять там. Если мы не будем сегодня привыкать к новому наполнению к этим правилам. Хоть они, может быть, не всем нам и нравятся, но, тем не менее, это так. Томишевари будет начинаться у нас с двух финалов и будет происходить следующим образом. В случае равного поединка и равного веса победа присуждается под Томишевари. Томишевари будет проходить следующим образом. Судьи, сидящие ближе к столу главного судьи, там уже на одном катаме будет. Судьи, сидящие ближе к столу главного судьи, устанавливают подставки для Томишевари. Устанавливают, причем на установку и на заказ досок дается ровно две минуты. Хронометрист должен дать отсечку по времени. Это вот задача тоже старшего судьи там не будет, там будет главный судеб. Это на одном катаме будет происходить. Значит, задача судей-секундометриста следить за этими вещами. Как-то вызов спортсмена на татаме, время сразу засек, 30 секунд прошло, дисквалифицировали его. Либо, в данном случае, когда Томишев объявил, объявили, объявляется, Томишевари. Все, два боковых судьи встали, можно время засекать. Он подходит к своему судье, тайно заказывает ему количество досок. Заказывает там три доски. Пока выставляют, смотрит, тот ставит четыре доски. Ты можешь на увеличение изменить в течение двух минут, сказать пять или четыре. Поменял, проблем нет. Две минуты истекли, все, если ты уже не успел, уменьшает количество досок нельзя. Если ты заказал такую стопку, видишь, что тот заказал всего две, ты понимаешь о том, что можно было бы заснять несколько досок уже нельзя. Две минуты закончилось, ломает порядок такой, то есть вот мы помним наш стандартный секен, каката, хиджи, шута. Здесь в обратном порядке. Шута, хиджи, каката, секен. То есть, если мы ломаем одинаковое количество досок, следующее сразу, потом следующее. До тех пор, пока победитель не определится. Это будет на полуфинальных боях, начиная с шута. На финальных боях уже будет начинаться с хиджи. Хиджи, каката, секен, шута. На один. То есть, сдвигается на один. Потому что в Японии там будет, там может, они иногда заказывают на четыре круга, то есть четыре круга, они тогда все, каждый на один будет сдвигаться, каждый следующий круг. Даже если ты доски не ломал. Ос, ос. Субтитры создавал DimaTorzok